Итак, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья, всем привет, hello, bonjour, значит мы начинаем 230, получается у нас уже восьмой урок по книге Мишли, по притчам. Так, давайте, кто в эфире? Кто сегодня пришел? Или все сегодня спят? Все спят? Нет, трое уже не спят, кто не спит? Лефимин Кантон, шалом, Яков Шатадин, шалом, Яков, все, я уже в Тиеве, видишь, собрались в Израиле встретиться, но не успел я. Так, шалом, Георгий Нивня, Давид Животовский, Наташа Блава, Бодер Товси, так, шалом, Наталья Ратнер, good morning, все, доброго ранка, Петя Нивня, шалом, все. Итак, Марина Швалова, все, дорогие друзья, мы продолжаем изучать, мы продолжаем изучать, значит мы финишная прямая, 31 глава, вообще отлично, и с Божьей помощью все, потом начинаю именно писать, больше писать. А мы, наверное, будем изучать Петя Вод. Я все-таки думаю, что мы будем изучать или Петя Вод, или у меня есть еще одна идея, есть такая книга Хафицхаем. Хафицхаем, так, его первая книга, Олег Чадьевич, его первая книга Хафицхаем, именно о законах речи, о том, как правильно говорить, потому что от того, как человек говорит и что он думает, от этого зависит все остальное, вообще все остальное. И слова, как только ты начинаешь осознавать слова, ты выходишь на уровень выше, чем слова. То есть тот, кто говорит, это одна часть человека, да, это как бы одно состояние, когда ты говоришь, и ты в словах. А когда ты наблюдаешь за своими словами, осознаешь слова и выбираешь слова, и относишься к словам как к инструменту, то ты, тот, кто это делает, это выше уже, чем то состояние, в котором ты просто пользуешься словами. И, значит, наверное, Хафицхаем, да, я просто посмотрю, насколько по ней удобно давать уроки, насколько по ней, ну, насколько она приспособлена для таких коротких 20-минутных уроков, но, возможно, да, то есть, возможно, да, или пертьевод это уже, пертьевод это уже, то есть, если в Мишли это вообще далеко от нас, это царь Соломон, это 3000 лет назад, то, то пертьевод это 2000 лет назад, и это уже те же законы, которые мы только что изучали в Мишли, только переведены уже в более, вот, практичные какие-то примеры, которые были понятны 2000 лет назад. И еще раз повторю, что если человек даже о чем-то слышал, это вообще ничего не, вообще ничего не меняет в его жизни. То есть, для того, что один раз пройти Мишли, один раз, как бы, ознакомиться с этой великой мудростью, это не значит, что эта великая мудрость вошла в голову. Нам нужно обязательно научиться вставлять эту мудрость себе в голову, чтобы говорить словами Торы, думать словами Торы, принимать решения словами Торы, чтобы слова Торы, они руководили жизнью, а не просто какие-то непонятные слова, которые непонятно откуда взялись. Хорошо, ну сейчас у нас 31 глава, начинается она, первый отрывок такой, Деврей, Лемуэль, Мелых, Маса, Ашер, Исарто, Исрато, Имо. Значит, это слова к Шлому, который был царь от Бога, то есть Бог ему дал это царство, Бог с ним вообще лично взаимодействовал. И, значит, Маса, Ашер, Исрато, Имо. А Маса, это, по-разному объясняют, ну в общем, это такая речь, в которой был элемент пророчества, и этой речью его поучала мама его. Мама его, значит, она ему, пришла ему сказать пару слов. Когда это было? Большинство комментаторов говорят, что это было после того, как царь Соломон женился, женился на дочке, на дочери фараона. То есть он решил для себя, что лучший способ, лучший способ привести весь мир к исправлению и к Богу, это жениться на дочках окрестных царей, окрестных руководителей, миллиардеров того времени, всех влиятельных людей. Он думает, чего? Я на них на всех женюсь. И через них я как бы установлю, потом родятся от них дети, и весь мир придет к Богу. Такой у него был план. Непростой, но, значит, вот он решил так сделать. И царь Соломон, который решил так сделать, он женился на дочке фараона. Это было, фараон на то время был, ну, самый такой влиятельный человек в мире. Интересно, что дочка Дональда Трампа, она замужем за, его зовут Кушнир, фамилия, сейчас выскочил у меня как его имя, ну, фамилия его Кушнир, да. Он еврей, религиозный еврей, она прошла Ди-Юр, у них родились дети, так что у Трампа внуки евреи. А сын Трампа женился на еврейке, и у него внуки с другой стороны тоже евреи, представляете? Теперь дочка Билла Клинтона и Клинтон, его жены, она вышла замуж тоже за еврея. Но там чуть-чуть было по-другому, потому что у них, когда была свадебная церемония, то ее этот жених, он реформистский такой еврей, да, который, ну, странно, живет в какой-то странной концепции. И у них была, с одной стороны была хупа, а с другой стороны христианский священник их там венчал. То есть, ну, такой уже перекос такой, да, интересный. Как раз это было в главу Пинхаса, в главу Пинхаса, в которой Пинхас убил, убил он, убил он вот этого, что сегодня очень мало спал и только прилетел в Киев, у меня вылетают имена из головы. Зимри, в общем, Пинхас убил Зимри, который женился на дочке медианского, на Косби, на дочке медианского царя. И это как раз была вот эта вот хупа такая, хупа с христианским священником, это было как раз в ту главу. Я думал, может быть, найдется какой-то как Пинхас, который, Бен Сау, да, который сделает то же самое, но не нашелся. Значит, значит, царь Шлома женился на дочке фараона. И это была для него прям дочка самого крутого царя того времени. И он, а она, значит, они же владели всякими колдовствами, магиями и так далее. И рассказывает прям вот наше предание, что царь Шлома ночью с ней после свадьбы проспал. Первый раз он проспал, а у него ключи от там входа в храм, в одно из мест, там, где приносили жертвоприношение, а ключи были у него под подушкой. И он, значит, царь Шлома, он проспал, и тут к нему заходит его мама Батшева, и ему говорит, второй отрывок, ну что, сыночек? Мабри, она ему говорит, что сын мой? Ума бар бетни, и что сын моего, который вылез из моего живота? Ума бар недорай, и что же ты сын моих недоров? Сын моих недоров, сын моих обетов. Обеты, это перед Богом обеты. Теперь давайте вспомним историю появления царя Шлома на свет. Значит, царь Давид, он был совершенно величайший такой вот человек, который поднялся на уровень близости к Богу невероятный. Причем настолько его уровень близости к Богу был невероятный, что как измеряется уровень близости к Богу? Уровнем испытаний, который человек проходит, двигаясь к Богу. То есть, легко приближаться к Богу, проводя урок в 10.00, с 10.00 до 20.00, значит, в кабинете сидишь, тут лаврушка, тут пальма растет, все, кофе, чай. Это очень, это в принципе не сложно. А вот сложно, как царь Давид, когда стояло войско Мавитян и стояло войско Израиля, царь Шауль, да, был во главе войска. И тут выходит такая там гора просто, выходит, Галиат его звали, Галиат выходит такой там 2 метра, 2,5 метра такая машина с копьем вот такой толщины. Знаете, есть люди такие, ну там уроды, да, такие, то есть у них в плане, у них вот как армрестлинг, у них совершенно другой обмен веществ, может они, ну такая гора выходит просто. И говорит, ну давайте, кто на меня, значит, кто на меня, и начинает ходить и кричать, вызывать на бой один на один кого-то из израильского войска. И все боятся. И тут выходит такой пастушок, царь Давид, и говорит, чего эта обезьяна будет позорить бога Израиля? Ему хотели доспехи дать, а они на него большие. И он, царь Давид, выходит к этому и говорит, слышь ты, обезьяна, ты что против бога? И, значит, берет камень в такую вот пращу, значит, ему, значит, кидает ему в лоб, тот падает. Царь Давид к нему подбегает и ножом ему успевает перерезать горло, пока он лежит, и отрезает ему голову. Царь Давид, вот он к богу приближался именно вот в таких моментах, мессирут-нефеш, когда ты готов душу свою отдать, готов умереть за свою веру. Вот это вот реальная вера. А когда человек верит, но при этом даже не может сделать ни одного маленького шага по направлению к богу, эта вера у него, значит, не очень сильная. Теперь, значит, царь Давид в какой-то из моментов, когда он был близок к богу, он не спал вообще. Он там полночи он научился, полночи молился, там вообще он, ну, реально был полностью все время на связи с богом. Поэтому до сих пор человек, который хочет поговорить с богом, он открывает книгу, которая называется «Псалмы царя Давида». И там есть 150 псалмов, это 150 песен, песен, стихов, там есть коротенькие, есть более длинные. Это все были слова, которыми Давид обращался к богу. И человек, который хочет обратиться к богу, но у него нет слов. Ну что, бог дай мне здоровья, бог дай мне там деньги, бог дай мне то, бог спасибо тебе за то, что есть. Все. То есть, обычно у человека очень маленький диапазон слов для общения с богом. Но тот, кто хочет общаться с богом серьезно, он открывает псалмы Давида и начинает прямо читать. Вот царь Давид все время этими псалмами, он говорил с утра до ночи, беседовал с богом. И значит, в какой-то момент царь Давид Богу говорит, я, говорит, так тебя люблю, я так хочу с тобой соединиться. Но почему называется бог Авраама, бог Ицхака и бог Яакова? И не называется бог Давида, я хочу, чтобы это был бог Давида, я хочу, чтобы именно с тобой быть, как бог Давида. А бог ему отвечает, говорит, потому что, говорит, Авраама, Ицхака и Яакова я испытывал, а тебя нет. Нет. После всего, что Давид прошел, он не спал днями и ночами, он убил Галиата, он за бога готов был там умереть вообще. Ну, то есть, он как бы, вообще у него была такая близость к богу невероятная. И тут ему бог говорит, я бог Авраама, Ицхака и Яакова, потому что их я испытывал, а тебя нет. Царь Давид говорит, как это так? Как это вообще может такое быть? Испытай меня, испытай меня, сказал он богу, я хочу испытаний, как у них. Теперь, значит, бог говорит, хочешь испытаний? Пожалуйста. И тут царь Давид видит, то есть, в чем было его испытание и почему. Вот из того испытания, которое было у царя Давида, мы видим, какой уровень испытаний прошли праотцы Авраам, Ицхака и Яаков. И за это бог называется бог Авраама, бог Ицхака и бог Яакова. То есть, мы видим испытания царя Давида и видим вот суть этих испытаний. Значит, бог говорит, я тебя испытаю, как их. И получается, это испытание сложнее, чем испытание с Голиатом, когда тут понятно, вот враг, он идет против бога, ты, рискуя жизнью, идешь на него, и бог тебе помог его убить. Это как бы не считалось испытанием. А что считалось испытанием? Бог показывает царю Давиду, девушку, женщину, и царь Давид, у него такой руах и кодыш, пророчество. Он видит, что эта женщина, она его жена. И он видит, что от нее должен пойти Машех. То есть, Машех это как мессия, тот посланец бога, царь Машех, который должен прийти в момент, когда мир будет переходить на следующую ступень близости к богу. Вот этот Машех, это как раз, это знак той эпохи, что наступил новый этап в жизни мироздания, когда люди перейдут на, все люди перейдут на другой уровень близости к богу. То есть, бог проявится в этом мире, в этот день будет бог имя его единым. Мы сейчас говорим про бога, а в этот день все почувствуют бога, увидят бога, соединятся с богом. То есть, это как раз в тот день, когда имя его и бог будут едины. То есть, сейчас мы пока говорим про бога, но мы как бы не можем органами чувств ощутить свою близость с богом. А в тот момент, когда придет Машех, все увидят, что он Машех, вот этот царь, и все соединятся с богом. И царь Давид видит, что вот эта женщина, и от нее должен родиться Машех. Что должен сделать человек, который всем сердцем верит в бога? Что должен сделать такой человек? Что он должен сделать? Он должен сразу же, естественно, выполнить указ, чтобы быстрее родился Машех. То есть, он должен сразу сделать действие. И царь Давид начинает с ней сразу, давай, а он царь, у него же царь, царская власть, все. И он говорит, кто это такая? Ему говорят, это жена, это жена уриехитийца. Он говорит, как жена уриехитийца? Уриехитийца, секундочку. У меня было пророчество, это моя жена, и от нее должен родиться Машех. Ему говорят, ничего не знаем. Она жена офицера армии уриехитийца, который сейчас находится в армии. На фронте воюет. Царь Давид такой, я не понял, секундочку. Как это так? Значит, с одной стороны, есть пророчество, что она моя жена, я должен с ней жениться, я должен быстрее сделать так, чтобы Машех быстрее пришел в мир. С другой стороны, она мне по Торе запрещена полностью, потому что она замужняя женщина. Это вообще как? Это как раз так, как Бог испытывал Авраама Авину, когда Бог сказал Аврааму, такой голос внутри. Бог говорит Аврааму, Авраам выходит из своей земли, где он занимал очень хорошее положение. Идет в сторону Израиля, приходит в Израиль, а там голод. И он такой, секундочку, у меня же было пророчество, было. А я пришел, пришел, а тут голод, голод. Авраам говорит, отлично, то есть Авраам даже ничего на Бога, даже у него вопроса ни одного не возникло. Дальше Авраам спустился в еди, пятно и так далее. Или, например, у Авраама было похожее испытание, когда Бог ему сказал, убей Ицхака, своего сына. А до этого он ему всегда говорил, что убивать нельзя, и в жертвы людей приносить нельзя, и все. А тут он ему говорит, убей его. То есть праотцы, они все время были на вот этом вот противоречивом таком, когда один приказ Бога противоречил другому приказу Бога, и очень противоречил личному эго, желанию человека. И вот праотцы все время вот в этой вот такой связке, когда есть один приказ Бога, второй приказ Бога, и желание человека, которое ведет вообще в третьем направлении, они умели выбрать настоящий приказ Бога, и желание Бога они умели выбрать вот в тонкости, в такой тонкости. Поэтому Бог говорит, что я был с ними, и я соединил свое имя с ними, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Якова, потому что я с ними соединился прям по-настоящему. И следующий, с кем Бог соединился полностью, это был Моисей, Мошер Абейно, который получил всю Тору, и который вообще, он был как чистое стекло, сквозь которого Бог говорил вообще без искажения. Но царь Давид, который захотел, чтобы его проверили такими же испытаниями, он видит и не знает, что делать. И он в этот момент, он решает идти по первому голосу, да, который у него был, он увидел, что это его жена, и он думает, то, что она мне запрещена по Торе, это было, ну, как бы, Тора дана когда была? Раньше. А сейчас мне был приказ дан когда? Сейчас. Ну, то есть, как приказ, как пророчество, как дух божественный, да, в нем был. Значит, я буду идти по приказу сейчас. И он на ней женится, прямо сразу, не откладывая в долге ящик. Он на ней женится, она забеременевает тут же, и что? И тут, значит, он сидит и думает, а что дальше? А Бог молчит. И тут оказывается ситуация, она беременна, там, третий месяц, уже оно будет сейчас видно. Он это все скрывает, но дальше-то скрывать нельзя, а муж сейчас вернется с фронта, и все, то есть, получится, царь Израиля, царик, праведник, совершает страшный грех, замужняя женщина, которая плюс от него еще беременная, сын Мамзерта. Вообще, царь Давид вообще в ужасе, он молится, просит Бога, что же происходит-то? А ответа нет. Он тогда вызывает этого Уриохитийца с фронта и думает, что лучше я сделаю так, что на мне будет грех, но не будет осквернено имя Всевышнего, что царь Израиля совершил грех. И он пытается, значит, чтобы Уриохитийц вернулся с фронта, вернулся к жене, чтобы, ну, подумали, что это его ребенок. То есть, он готов, он-то сам понимает, что он совершил страшный грех, но хотя бы не будет это известно, что царь Израиля это сделал. Ну, то есть, это было бы тогда еще страшнее осквернение имени Всевышнего, когда царик делает такую вещь. Значит, Уриохитийц приходит к царю Давиду и с фронта докладывает обстановку на фронте. Царь Давид ему говорит, ну, все, Урия, давай домой. А он говорит, а я не пойду. Я не пойду. Царь Давид, как не пойду? Ты должен идти домой, приказ, тебя ждет жена. Он говорит, я не пойду, говорит, потому что, когда мои друзья на фронте, они воюют, армия воюет, я не могу, я не могу идти домой и в это время развлекаться с женой, отдыхать. Нет, я сейчас тут переночу и бегом обратно в армию на фронт. Царь Давид говорит, я не понял вообще, что здесь творится. Вообще, что творится? Почему меня Бог ставит в такие сложные ситуации? Я вообще не знаю, как мне поступить. Я пытаюсь сделать как лучше, а получается вообще что-то непонятное. Царь Давид тогда думает, я сейчас его напою. Устраивает пир, напаивает того, чтобы тот напился. И говорит, все, иди домой. А уриахитийца ему говорит, нет, я не пойду. Все, не пойду. Царь Давид вообще в шоке, значит, он не понимает, как ему выйти из этой ситуации. Сейчас выйдет, что царь Израиля с замужней женщиной, женой офицера, переспал, и она беременная, и все. И царь Давид, который всю жизнь у него была только одна цель, служить Богу, и он, получив от Бога сигнал, что должен родиться Мошех от нее, и он попадает в ситуацию, где он полностью теряет вообще все свои старые заслуги, он не то, что не царь, а он становится вообще в глазах людей злодеем, и все. И он вообще в шоке. Он тогда решает взять на себя еще один грех, чтобы спастись от греха осквернения имени Всевышнего, то есть это самый большой грех. Он пишет письмо, значит, на фронт, ну, в главе, там, военачальнику своему, пишет письмо Урию Хитица послать в самое опасное место и отступить. Он думает, что пускай, значит, пускай он тогда погибнет уже, и все. Значит, он шлет это письмо, военачальник так делает, и Урия Хитицу убивают. Убивают его на фронте, он погибает там во время военных действий. И жена царя Давида, это вот это была Батшева, мать царя Соломона, она рожает ребенка, и ребенок умирает. Все, ребенок умирает, и, значит, ребенок умирает. Вот такая вот была история с царем Давидом и с мамой царя Соломона. Ну, теперь я давайте дам, чтобы было понятно, чтобы расшифровка этой истории. Значит, когда, когда, я вот не помню, только это было до смерти ребенка или после уже, приходит пророк Натан, приходит пророк Натан к царю Давиду и говорит, есть у меня к тебе пророчество от Бога. Говорит, в начале история для тебя, история. Значит, жил богатый человек и бедный человек рядом, два соседа. У богатого были стада овец, стада коров, поля, ну, богатый такой был зажиточный землевладелец. А у бедного была одна маленькая овечка, которая, он был бедный, работал на этого богатого, ну, то есть, какая-то у него была просто работа. И у него была одна маленькая овечка, одна маленькая овечка была. И он, значит, вот спасибо, что, может, подсказал до смерти ребенка. И эта овечка, даже она ночевала у него в семье с его детьми, так они ее любили, надеялись, что вырастет сейчас эта овечка, и она, значит, даст, может быть, еще каких-то овец. В общем, как-то это была для них прям очень дорогая вещь. И к этому богатому приехал гость. И тот, выполняя заповедь гостеприимства, украл у этого бедного овечку эту, забрал ее и убил. И накормил этого своего гостя, казалось бы, выполнил заповедь. То есть, саму историю, интересно, было скрыто, ну, вот, очень, как бы, метафорично, вот, что такое притчи, да, была скрыта ситуация с царем Давидом. И он, значит, тоже, выполняя заповедь гостеприимства, этот богатый эту овечку убил. И спрашивает пророк Натан, говорит, скажи, пожалуйста, говорит царь Давид, что надо по суду сделать этому человеку? Царь Давид говорит, ну, по Торе, как написано в Торе, да, то за овцу он должен заплатить в четыре раза. В четыре раза. Потому что он ее убил, зажарил. Говорит, ну, я как царь, у меня у царя есть дополнительные возможности вершить суд. И я утверждаю, что нужно этого человека казнить. Все, казните его. Убить это надо. Найдите его и казните, царь Давид говорит. А царь, пророк Натан говорит, ты знаешь, говорит, это ты. Это сейчас ты себе сделал суд. То есть ты сейчас прямо себе сделал суд. Отсюда мы, кстати, учим, что та мера, которой человек судит других, судят его. То есть очень важно, когда вы судите других людей, знать, что вам могут с неба показывать ту же ситуацию, в которой были вы, и в которой вы сейчас судите себя. Так вот, и значит, царь Давид, когда этот суд сказал, пророк Натан ему говорил, это ты, вот сейчас ты сделал суд на себя. Ты убил уриухитица руками амунитян. То есть ты убил уриухитица мужа Батшевы руками амунитян, и значит тебе теперь смертная казнь. Царь Давид, вот в этом сила праведника, что праведник семь раз упадет и встанет. Он тут же, он тут же говорит пророку Натану, он говорил, хатати, все согрешил я, я согрешил. Он не начинает, как обычно человек, когда ему говорят, ты сделал что-то не так, обычно человек начинает возмущаться, оправдываться, нападать на другого. Он начинает там что угодно делать, только чтобы с себя снять вот это вот нападение как бы на себя. Царь Давид не так. Он говорит, да, я согрешил, да, я теперь понял, что не прошел я испытание, я согрешил, я попал, я сам еще, главное, зашел в это испытание, сам попросил, но говорит, я надеюсь на милосердие Бога, и он меня простит, и он начал сделать шву. То есть из него мы учим сам процесс швы раскаяния, когда ты, сделав что-то неправильно, ты в своих вначале мыслях возвращаешься назад, просишь у Бога прощения, исправляешь то, что можно исправить и так далее. В общем, царь Давид просил, 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 но ничего не получилось, ребенок умер. А вторым сыном, который потом родился у Батшевы, был царь Соломон. Но что интересно, Талмуд говорит, что тот, кто скажет, что царь Давид согрешил, ошибается. Представляете, прямо это говорят мудрецы Талмуда, которые знали всю Тору от и до. Так как же так? Пророк сказал, ты согрешил, а по-моему, Раби Иуда в Талмуде говорит, что тот, кто скажет, что Давид согрешил, ошибается. Так вот, ответ, это я слышал этот урок от Равбаума, ответ очень красивый. Значит, почему он не согрешил? Почему действительно царь Давид не согрешил, но при этом ему пророк сказал, что он согрешил, но Раби Иуда говорит, что он не согрешил. Значит, если посмотреть по Торе, по букве закона, то когда Урия Хитиец уходил на фронт, в то время был такой закон, что солдаты, которые уходят на фронт, писали своим женам разводное письмо, дед, в котором указывали, что если я не вернусь с фронта, ты, свободная женщина, разведена с момента, как я ушел. Почему это делалось? Потому что бывало, что они пропадали без вести. И когда пропал без вести, нет свидетелей, никто не знает, умер он или не умер. И она по закону тогда замужем. А если она замужем, она не может выйти в другой раз замуж. И дети, если у нее родятся, они будут мамзерами незаконнорожденными. И чтобы избежать этой ситуации, солдаты писали, если я не вернусь там в течение года с войны, то в какой-то был определенный срок, значит, ты разведена с момента, как я ушел. То есть ты с этого момента считаешься, вот когда год закончился, я не вернулся, ты разведена с момента, как я ушел. Все. Теперь получается, что Урия Хитиец ушел на фронт. Когда царь Давид его посылал, посылал домой, он домой не вернулся. И когда он погиб, получается, в момент его смерти, его жена Батшева стала свободной женщиной с момента, когда он уходил на фронт. То есть в момент, когда царь Давид с ней женился, она была свободная женщина. Еще раз. Когда Урия Хитиец уходил 1 января на фронт, он написал, что если я, значит, не вернусь с фронта, погибну или пропаду без вести, ты разведена с 1 января. Потом, допустим, в июне месяце он вернулся, но домой он не зашел, он с фронта не вернулся. Он во дворе царя Давида зашел, а царь Давид его два раза посылал домой, он домой не пошел. Значит, когда он погиб, она была разведенная с 1 января. Значит, в момент, когда царь Давид с ней, там, 3, например, в апреле, через 3 месяца, он с ней женился, она была свободная женщина. Если раскрутить всю эту историю, уже от конечной даты. Дальше. Если мы скажем, что он убил Урию Хитиеца, руками аманитян, послав его на фронт и приказал отступить, то, то, здесь действуют два закона. Первый закон, что когда, когда, вернее так, действует один закон. Царь, царь, он поставлен Богом. Если царь приказал что-то сделать, то тот, кто не выполняет приказ царя, это как будто бы он восстает против царя. То есть, не имеет права офицер армии, и вообще никакой человек не имеет права ослушаться приказ царя. Если он ослушался приказ царя, то царь не имеет права его простить. По закону царской власти, власть царя царю не принадлежит. Она его Бог поставил. И поэтому тот, кто не выступает против царя, царь не может сказать, ладно, я тебя прощаю. Нет. Царь обязан его казнить. Поэтому, когда царь Давид приказывал у рейхитицы два раза вернуться домой, а тот два раза отказывался, это было восстание против царя, и царь должен был по закону его казнить. Обязан был и не имел права не казнить. Получается, что по всем законам Бог так сделал, что он спас своего праведника, царя Давида, который искренне хотел ему служить. То есть, по закону, по букве закона, царь Давид не виноват. Но, если мы посмотрим на ситуацию со стороны того, к чему приводили последствия действия царя Давида, самого царя Давида, то есть, он, да, женился на ней, да, послал его умереть, то есть, его как бы действия, они были... В общем, идея такая, что по закону небес он был виноват, по закону земному, по закону Торы он был не виноват. Поэтому раб Игуда говорит, что тот, кто говорит, что царь Давид согрешил, ошибается. А пророк Натан говорил по небесному закону, что он по его как бы действиям, он, да, согрешил. Вот такая вот интересная история. И поэтому заходит мама царя Шломо. А когда родился потом царь Шломо, то царь Давид пообещал, что следующий ребенок Батшевы, так как у него было пророчество, что от него пойдет Машиах, это был царь Соломон, который построил первый храм. И царь Машиах, то есть в каждом поколении есть потенциальный Машиах, это идут потомки царя Шломо, потомки царя Давида и царя Шломо, то есть в каждом поколении есть потомки. И из-за того, что уровень духовной поколения недостаточно высокий, то они не могут проявиться как царь Машиах. И значит, в следующем поколении есть потенциальный Машиах, в следующем есть потенциальный Машиах, в следующем и когда-нибудь, в каком-то из поколений, я надеюсь, что это наше поколение, то в каком-то поколении царь Машех все-таки у него хватит вот этого духовного уровня поколения мира, и он этот процесс включится, знаете как, заводишь, 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 потом бах, завелось. И вот точно так же когда-нибудь в каком-то поколении царь Машех проявится. И этот будет как раз, он будет обязательно из рода царя Давида, из рода царя Соломона. И вот Батшева, которая теперь нам понятен, первый отрывок 31 главы, она зашла и сыну своему говорит, второй отрывок, ну что сынок мой, который проспал утреннюю молитву, проспал утреннее жертвоприношение из-за этой египетской царевны, с которой он всю ночь там слушал музыку, да? Она ему говорит, ну что сыночек, ну что сын моего живота, который вообще у меня есть живота, ну что сын моих обетов? Она давала обеты Богу, что если Бог даст ей сына, чтобы этот сын был великий в Торе, великий праведник и так далее. И она начинает свое увещевание с напоминания, кто она и кто такой царь Соломон. А вот само увещевание, начиная с третьего отрывка, мы уже будем, послушаем не завтра, потому что завтра я лечу самолетом утром и завтра, наверное, Итан проведет урок, да? А я, значит, проведу с Божьей помощью урок послезавтра. Значит, послезавтра мы тогда встречаемся и узнаем продолжение этого урока. Что же она сказала царю Соломон утром? Какие у нас выводы есть? Давайте сделаем три вывода. Первый вывод такой, что мы все находимся перед испытаниями. То есть у нас у каждого своего уровня в испытании всегда сложно понять, что хочет Бог, что хочу я, что сделать правильно и так далее. То есть мы все время находимся перед испытаниями, и в момент, когда мы двигаемся в сторону Бога, то как бы растет наш духовный уровень. Все от Бога это факт, но нужно, вот нужно главное намерение. То есть главное намерение и не просить испытания, они и так есть. Все, такой я сделал сегодняшний вывод. Сегодняшний вывод. Все, друзья, удачи, успехов. Напишите свои выводы. Послезавтра продолжение. Если вам урок понравился, какое имя Бога, любое имя, которое мы называем, оно Богом не является, оно является описанием нашего восприятия какого-то из элементов Бога. Ну, то есть все слова это слова. И в Торе Бог, есть разные слова, которыми обозначаются определенные качества Бога, но сам Бог это Бог, создатель мира, творец мира, он неописуемый. И Бог, как он сказал, я тот, который был, есть и будет всегда бесконечный. Ну, то есть очень сложно описать. Любое слово, которое мы пытаемся описать Бога, оно Богом не является, является словом. И почти все слова уже настолько они заштампованы за, как сказать, ну, то есть впихнуть Бога в какое-то слово невозможно. Впихнуть Бога в какое-то слово, Бог это Бог, создатель мира, творец мира, который весь, всем миром, всем мирозданием управляет. Это, это, это Бог. То есть и любое слово, оно, любое слово его ограничивает. Все, удачи, успехов. Если вам понравился урок,